В ходе обсуждения, то есть на данный момент у нас вот есть темы, которые я рассказал, да, то есть сама как бы расхраняя педагогика, то есть сразу отличная сознающая педагогика. Педагогика на основе вед, на основе нашего понимания педагогики. И следующая как бы у нас, следующая тема это вайшнавский тикет, да, то, что нельзя требовать от детей, то есть опять же обсуждение этих тем. В данном случае я буду давать вайшнавский тикет, который интересен для начинающих в большей степени, но это, в принципе, какие-то важные моменты, которые даже давно практикующие не совсем понимают, почему это так, для чего это так. И плюс это применение в воспитании детей, то есть как этот вайшнавский тикет нужно применять, с одной стороны, с другой стороны нельзя применять в воспитании детей. Потом Радха Кришна Кадха для начинающих, это тоже интересный такой момент, потому что, чтобы быть глубоким педагогом, надо быть глубоким преданным. Чтобы быть глубоким преданным, нужно углубляться в процессах преданного служения. И один из важнейших процессов преданного служения, это Радха Кришна Кадха, это слушание, то есть мы должны слушать о Радхе и Кришне, слушать и повторять. То есть мы вот эти вопросы тоже будем обсуждать, то есть мы будем расти как преданные, расти, соответственно, как родители, как педагоги. Вот, и что последняя у нас, какая тема была, последняя идея, это то, что вопросы от детей, вопросы по сознанию Кришны от детей. И это тоже интересно для родителей, это вообще на самом деле тоже будет очень мега интересно. Какие вопросы задают дети, что детей интересует в сознании Кришны, как они думают. Потому что, опять же, у меня будет очень, у меня будет сплошной интерактив. То есть я буду стараться, чтобы дети сами ответили на свои вопросы. Я их буду просто подводить туда, потихонечку. И вот это, проследить вот эту логику ребенка, да, понять его внутренний мир, как он работает, это будет родителям очень интересно. То есть это тоже не только для детей, это реально как бы для родителей, для педагогов в том числе. Вот эти вопросы детей, они будут очень интересны в педагогической точке. То, что у нас на данный момент есть, это вот такие вот зум-обсуждения, когда приходит много, когда приходит мало, иногда приходит амодильчик, мы с ним в VIP общаемся. Посмотрим, как это будет развиваться дальше. То есть формат зум? Да. В зуме пока это, да? Потому что в зуме записывать можно, и как бы, ну, такое записал, выставил в YouTube сразу. Хорошо. Вопросы мы собираем в этом телеграм-канале. Можно мне просто, если вопросы у тебя будут, и там у тебя в телеграме нет, можно просто, опять же, в том же, в группе Тюриха, Бакисанге Тюриха, можно мне вопросы так забрать. Вот, либо просто прям, ну, уже на самом созвоне. Это будет раз в неделю созвоны, да? Пока не сейчас, да, у нас по средам раз в неделю, но на этой неделе в пятницу еще сейчас у меня есть вариант. И в понедельник у меня будет вариант, то есть, вот сейчас созвоны будут в пятницу тоже, наверное, 10-11 часов. В понедельник тоже 10-11 часов. И опять в среду тоже 10-11 часов. Пока у меня есть возможность. Потом, может быть, опять будет раз в неделю, посмотрим, как в монастырь у меня там со временем будет. То есть, ты в монастыре будешь, у тебя будет все равно выделено время на это, да? Да, я думаю, что будет. Я не знаю, как там будет, потому что я туда езжу, на самом деле, на ретрит, на погружение. То есть, ну, как все отключить. Но какие-то вещи, за которые у меня есть ответственность, я понимаю, что я не смогу это отключить. То есть, есть там сейчас два вопроса, которые, они настолько горячи, настолько накалены, что, ну, я понимаю, что и там я от них, ну, не смогу, просто это моя ответственность позаботиться об этих проблемах, реальных проблемах, вот, и мне придется там быть в курсе этих проблем и что-то с этим делать. Вот, и опять же, ну, этот проект, он тоже, как бы, это моя ответственность. И я буду стараться быть на связи, по крайней мере, в этих маленьких там промежутках времени. Вот, но там может случиться все, что угодно. Но там врага с Говиндой могут все отключить, сказать все, просто баджан и все, и ничего другого. Посмотрим. Ну, я думаю, служение, тем более в таком месте, где у тебя еще будет больше раскрываться какие-то темы. Я думаю, наоборот, как раз это самое такое, такой момент, когда можно создавать эти встречи и еще больше раскрывать эти вопросы в глубине. Ну, это тоже такое дело, что там же может понести и просто полный баджан. То есть и с вами будет тоже полный баджан, там, никаких там формальностей, просто воспевание и все. Ну, это тоже здорово, то есть это тоже, даже такой вариант, он вполне легитимный. Это все милость Раку Кришны, поэтому. Ну, подруг жиру, как будет, как будет. То есть я готов служить вам в любом месте, при любых обстоятельствах, даже при самых экстатических обстоятельствах. Так что, да, я буду стараться быть на связи. Отлично. Так что копите вопросы, вызывайте еще желающих, если у кого-то будет интерес к этим темам. Вот и будем общаться. То есть это для детей и их родителей совместно, да? Дети, родители, педагоги. Для всех. У нас семейная педагогика. То есть что ведительная педагогика, что Шалва Александрович, это все принципы семейной педагогики. То есть мы все одна семья. И семья – это не просто мама, папа, ребенок. Семья – это мама, папа, ребенок, бабушки, дедушки, друзья, родственники, знакомые, педагоги. Всех мастерей, начиная от истей до университета. Вот это все большая семья. И чем больше мы это будем вместе делать, тем больше будет, глубже будет результат. Поэтому когда-то у меня на семинарах спрашивают, а можно к вам на ваш семинар с детьми? Я говорю, да, можно с детьми, детей можно оставить. Сами можете своими делами заниматься. Все вместе должны делать. Но это я шучу, так они понимают, что все имеют в виду. Обязательно с детьми. И дети тоже с родителями. То есть у детей, у родителей будет получаться вместе быть на этих ответах вопросов здорово. Потому что родители от этого очень много чего получат. Педагоги от этого очень много чего получат. Для того, чтобы прослеживать просто, как работает детская психика, как работает детское сердце. Потому что, ну, это же у нас сплошь и рядом, что люди просто не слушают. Не говори о том, что не слышат. То есть можно же еще слушать и не слышать. А у нас их даже просто не слышат. Ну, здесь это приходит в основном по собственному желанию. Если они приходят только потому, что родители подключили их, да? А вот они не слушать и не будут. Это ребенка нужно заинтересовать. Потому что, ну, такого нет, что там ребенок там, как говорится, невоспитуемый, да? Или ребенок там не обучаемый. Такого нет. Есть просто неквалифицированные родители, неквалифицированные педагоги. Которые не могут заинтересовать ребенка в чем-то. А дети все разные. А у нас, как правило, есть какой-то определенный шаблон, по которому меня учили, и я как же буду учить. И я не могу из него выйти. То есть, как правило, ни педагоги, ни тем более родители, из своих шаблонов, по которым мы их воспитывали, нити не могут. И поэтому нам нужно становиться педагогом любого родителя, тем более любым профессиональным педагогом. Нужно быть педагогом с большой буквы. Педагог с большой буквы – это тот, у которого сердце открыто. Тот, у которого шаблонов вообще нет. У него просто открыто сердце, он просто слышит Бога, Господь ему в сердце говорит, как с этим ребенком, что с этим ребенком. И как этого ребенка заинтересовать. На какой возраст рассчитано больше? На любовь. На любовь. Ну, вот мне интересно, а дети, допустим, садовского возраста, такие 4 года, они вообще уже как бы понимают смысл вот таких вот общений, таких вот разговоров? Ну, смотри, чем младше ребенок, тем сложнее с ним общаться не лично. Тут сама просто технология. С маленькими общениями, ну, вот лично знаю, что с маленького нужно держать на руках, нужно гладить подоловки, да, ему нужно, чтобы там чувствовал запахи, чтобы водички пополоскался, цветочек там, цветочком побегал. Ему нужны практически какие-то вещи. Это по Зуму, ну, несуществимо. Потому что смотреть на зрелость ребенка, в какой степени он вообще понимает, что, что, почему и почему, несмотря на то, что общение происходит инстанционно. И, то есть, мой опыт такой, что... Субтитры создавал DimaTorzok